Это слова моей любимой гаятри мантры, это То есть по-другому это звучит так О, великое солнце, ты даешь свет и пускаешь свет в мое сердце Пусть от света в моем сердце, в данном случае в моем очаге Разгорится так солнце, такой советур, который согреет всех нас вокруг данного очага Пусть такое солнце греет всех нас, моих дочерей, моих сыновей, моих родителей И пусть разгорается так сильно, чтобы сжечь тех вредителей и те силы, которые ненавидят меня Поэтому это будет у нас ключевым таким началом наших эзотерических учений С чего и начнем Итак, а с чего же мы начнем? Мы начнем с понятия, которое называется понятием очага Понятием очага Что такое понятие очага и что же это такое? Сейчас я расскажу Смотрите С древних времен люди объединялись всегда вокруг чего? Когда люди были в древние времена, то для того, чтобы дом это было не основой Я даже вот недавно смотрел программу, она называется «Голодные и напуганные» И люди, объединяясь даже между собой в виде мужчины и женщины, почему объединяются? Потому что вдвоем выжить легче Они находят место, где они начинают жить И даже в 50-ти градусную жару они все равно пытаются разжечь костер Почему? Дело в том, что костер является своего рода очаг Костер на нем можно очистить воду Возле костра, на костре можно приготовить пищу Костер отгоняет зверей Именно поэтому в нашем сознании, в человеческом сознании Человеческий эгрегор имеет некое вида образования такого очага Но условно можно сказать, что костер это то, из чего горят дрова горят, углеводороды горят и сверху образуется костер Но есть такой костер, который называется солнцем И там эта реакция, она проходит все время, это звезда И можно ли сказать, что там реакция идет подобная солнцу? Да, можно сказать А скажите, можно было бы на солнце приготовить пищу? Ну гипотетически да А согреться солнцем можно? Ну исходя из того, что мы живем на земле, где есть день и ночь То солнце это то, что дает нам тепло и так далее Так вот, любая энергетика, она всегда должна объединяться в прообраз круга Почему? Помните, запечатать себя Энергетическая аура человека Энергетическая аура там вашего магазина Я говорю, обведите магазин, обведите или соедините его с собой Помните мои практики из второй ступени Возьми мужчину, возьми женщину, обведи, сделай один пузырь, запечатай это все и так далее Первое, что мы должны научиться делать Мы должны создать энергию, которая называется энергией нашего эгрегора Давайте я вам дам под запись И вы в дальнейшем используйте это Но хочу сразу сказать Есть люди, которые говорят Я не могу представить Я не могу почувствовать Я ничего не могу Я хочу вам сказать Уже намерения того, что вы сюда пришли Достаточно для того, чтобы это сработало все Знание того, что вы хоть когда-то это построили Даст вам возможность этим пользоваться Ваше намерение это то, что имеет мега магическую силу Намерение еще под моим руководством Создаст для вас условия Которые помогут вам это все создать правильно После того, когда это будет с вами Я научу вас с этим работать С чем? С эгрегором вашей семьи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!